Хорошо. Добрый день всем детям, которые пришли сегодня читать с нами рассказы о медвежатах. Мы так и продолжаем эту серию и все больше и больше знакомимся с этими героями, которые дают нам возможность учиться читать на иврите. Даже я знаю, что вы умеете читать, но вам нужно потренироваться читать бегло, правильно. Сегодня я представлюсь еще раз. Я Яна. Мне будет помогать Ника, ученица Кита Гимель Тель-Авивской школы. Она очень хорошо читает и знает программу. Пожалуйста, Ника, откликнись и покажись. Скажи детям. Привет. Привет, Ника. Привет, рада тебя видеть. Я вам расскажу, что будет у нас сегодня в программе. Во-первых, как я и сказала, мы будем читать Сипурэди Дубоним. Дубоним – это маленькие медвежата. По теме наших сегодняшних рассказов у нас будут загадки и у нас будут слова из толкового словаря. Еще, как всегда, мы будем читать инструкцию, как рисовать. В нашем первом листике встретится нам слово «шемеш» – солнце. Мы с вами прочитаем инструкцию, как рисовать солнце. Хотите – будете рисовать прямо на уроке. Хотите – потом прочитайте, когда будет опубликована эта картинка с текстом. Итак, начинаем. Я вижу, что пришла еще одна у нас участница – Давид Наоми Хава. Мне кажется, она читает и можно ее принять. Там трое. Трое, да. Трое. Если они хотят читать, то было бы неплохо их записать. Сейчас я посмотрю, кто зашел и будут ли они читать. Пока я не могу найти, как это всегда у меня бывает. Вот пока я не вижу, есть только… Давид, скажи, пожалуйста, ты хочешь читать с нами или будешь только слышать? Слушать. Кивай, что будешь. Читать. Ты будешь номер пять. После Владислава номера четыре. Договорились? Когда Владислав читает, ты готовишься. Остальные постепенно присоединятся. Сейчас мы слушаем третий рассказ из книжки Сипурэй Дубоним. Читает его нам Ника. Так, два маленьких медвежонка начали играть в игру. Отгадывать слова на определенные буквы. И мы сейчас с вами тоже прочитаем след за Никой эту первую страничку. Пожалуйста, Мария, начинай читать с самого заглавия. А Арнольд будет читать после тебя, и я ему скажу, когда. Пожалуйста, Мария. Ма-ши-ра-ду-бон-ха-кам. Правильно, молодец. Следующую строчку. А-ни-ро-э-а-мар-ду-бон-ха-тан. Ма-ши-ху-ше-мат-хиль-бе-от-ши. Ма-ши-ху-ше-мат-хиль-бе-от-шин. Теперь, пожалуйста, мы передаем слово Арнольду. Читай, пожалуйста, Арнольд, там, где я держу стрелочку. Арнольд, там, где я держу стрелочку. Арнольд, ты можешь дальше читать? Видно тебе? Да. Алло, Арнольд. Как буква Син, да? Да, мы видим вот тут точечку. Мисс Хак. Молодец. Молодец. Замечательно читаешь. Кто нам может перевести два последних предложения? Кто готов сказать по-русски? Хава. Хава, ты будешь с нами читать? Ты будешь с нами читать? Я тебя записала под номером шесть. Можешь ты нам перевести? Что прочитал Арнольд? Я поднимала руку, что хочу читать. Хочешь читать? Очень хорошо. Прочитай ещё раз нам последние две строчки, и мы с тобой побеседуем. Что же тут происходит? Пожалуйста. Очень хорошо. Ты прочитала замечательно. Ты прочитала, правда, не в свою очередь, но это не страшно. Сейчас, пожалуйста, закрой свой микрофон, потому что у тебя там есть ещё дополнительный звук, и мы переходим на другую страничку. Я надеюсь, что вы потом посмотрите и сами переведёте то, что вам было непонятно. И сейчас мы с вами будем читать загадку. Пожалуйста, Ника, прочитай нам загадку. Загадка. 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 Тут же у нас есть и отгадка. Солнце. Вы можете потом увидеть эту загадку в нашем чате, в нашем телеграме. Я сейчас перехожу на другую страничку, и мы начинаем тут уже читать по очереди. Захар, будь добр, прочитай нам первые предложения. Хэт. Скажи мне, пожалуйста, вот это вот слово здесь написано, Тори. Что ты про него знаешь? Что это такое? Что оно обозначает? Как? Я не знаю. Ты не знаешь. У нас есть такое слово Тор, очередь. А Тори, моя очередь. Запомнишь и поймёшь, правда? Это очень будет тебе потом полезно. Итак, ты прочитал нам одно предложение, и мы теперь знаем, что один из медвежат загадал такое слово, которое начинается на букву Хэт. Посмотрим, отгадали ли его другие медвежата. Владислав, пожалуйста, читай, вот где я держу стрелочку. Да, Владислав, пожалуйста. Скажи мне, пожалуйста, Владислав, что спросили, что спросил Дубон Хум? Какой вопрос он задал? Переведи по-русски. Это нитка, сказал коричневый медвежат. А ещё Хэвель, это не обязательно только нитка, это любая верёвка, толстая или тонкая. Потому что он, этот Дубон Хум, решил отгадать, какое же слово начинается на букву Хэ и спросил, или это Хэвель. Что ему ответил Дубон Хахам? Владислав, читай, пожалуйста. Хомов Дубон Хахам. То есть Дубон Хахам не согласился. Это не верёвочка, правильно? Хорошо, читаем дальше. Давид, ты можешь нам прочитать предложение, на котором я держу свою стрелочку? Давид? Где? Вот тут я держу стрелочку, видишь, возле этого слова, и здесь можно начинать читать. Дальше. Я прошу прощения, у нас, наверное, Давид, который номер 5, да? Да, номер 5. У нас, похоже, ещё есть один Давид, а нам надо, да, тот, который 5. Да, сейчас Давид под номером 5, если есть ещё Давид, мы ему дадим номер 7, если он хочет читать. Договорились? Сообщите мне, пожалуйста, в чат об этом, да, с моим желанием. Да, спасибо большое. Я буду называть, пожалуйста, Давид, читай вот ответ, который дал нам, а, ты уже прочитал. Следующую строчку. Как он ответил, дубон хахам? Что это обозначает слово? С улыбкой. С улыбкой. Спасибо, очень хорошо. Теперь переходит очередь к Хаве. Она прочитает нам два последних предложения. Тебе видно, Хава? Да. Читай. Они йодэ кара дубон хум зэ хулеца тут таут, а ма дубон хахам. Скажи мне, Хава, отгадали загадку, которую дубон хахам задал, или не отгадали? Отгадали. Отгадали. А почему же он говорит таут? Что это таут? Ошибка. Да, ошибка. То есть то, что назвал дубон хум хульца. Что это у нас хульца? Рубашка, блузка. То, что одевает человек на себя. А это оказалось ошибкой. Поэтому его загадку никто не отгадал. И сейчас посмотрим, что же это за загадка у нас следующая есть. Пожалуйста, дадим слово Давиду, который пришел немножко попозже. У него номер 7. Он нам прочитает загадку. Видно тебе? Давид? Да. Пожалуйста, вот здесь, где я держу свою стрелочку, начинай читать. Еще раз, только медленно и совсем правильно. Еще раз, с самого начала. Шлоша дубим шалош муль. Митом векса. Ми, ми. Митод. Митод. Вот это я согласна. Ве? Вецаляхот шалош. Замечательно. Ливгош. Очень хорошо. И если ты так быстро и легко читаешь и замечательно все произносишь, скажи мне, понял ли ты эту загадку? Что нас спрашивают? Шесть тарелок, шесть... А, давай еще раз почитаем. Шлоша, шалош, шалош. Сколько это? Три. 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 Трое. Стуль. Медведей. Три. Три тарелки. Кровати сначала, да? Потом три тарелки. И идет вопрос. Потому что вопросительное слово в начале предложения, вот оно. Умаушма. Как ты переведешь? Слушать сказку девочки. Смотри. Шемшла. Второе слово у нас не Маша или Шама, а Шемшла. Шма. Каково ее имя той девочки? С которыми они собираются встретиться или должны встретиться, или им придется встретиться. То есть у нас это загадка про сказку, которую мы все с вами знаем с детства. Какая же это загадка? Как звали девочку, которая встретила трех медведей? Маша. Маша. А как эту девочку зовут на иврите? Кто знает? Кто из вас читал сказку про трех медведей, переведенную на иврит? Эта сказка переведена на иврит с английского языка. Вот Мария хочет нам подсказать, как звали эту девочку. Пожалуйста, Мария. Как ее звали? Маша. В русском языке. В русской сказке Маша. А в ивритской. Ты можешь нам подсказать, Ника? Мы говорили с тобой, как звали эту девочку, Ника? Тоже забыла? Забыла, как ее звали? Маша. Девочку звали Заава. Заава, Златовласка. В том варианте английской сказки она называется Златовласка, а перевод сделали на иврите Заава, Золотая. Мы переворачиваем следующий листочек и читаем продолжение приключений наших медвежат. Они пытаются отгадать загадку, которую загадал Дубон Хахам. Арнольд, ты у нас номер два, сейчас ты читаешь, после тебя Захар. Пожалуйста. Вот тут я десу стрелочку, Арнольд, ты видишь? Не, 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 а, мар, Дубон, Катан. Хорошо. Анфо, шум, давар, а, хел, шо, мэт, глин. Матхель. Правильно, правильно, молодец. От хет. Оказывается, Дубон-котан уверен, что вокруг нет ни одного предмета, который начинается на букву хет. Захар, читай, пожалуйста, что же ответил ему Дубон-кхахам на это утверждение, что нет ни одного предмета на букву хет. Вот здесь. Да, есть Амар Дубон-кхахам. Здесь хибук. Ага, хибук. Ты знаешь, что такое хибук? Не знаю. Лехабек, обнимать, а хибук – это объятие, когда люди или даже зверята обнимают друг друга. Мама обнимает своих детей, дети обнимают свою маму, и это называется хибук. Буква «хэт» стоит в начале слова. Прочитай, пожалуйста, ещё одно предложение. Ты читаешь очень хорошо. Вот это да! Оказывается, и хибук он не видит. Теперь мы передаём слово Владиславу. Он нам прочитает следующие два предложения, две строчки как минимум. Пожалуйста, Владислав. Ага. И? Ещё, пожалуйста, предложение. Спасибо, Владислав. Пока закрывай свой микрофон, потому что у тебя там кто-то ещё разговаривает. Наверное, твой маленький братик или сестрёнка, и ты тоже дашь ему хибук. И вот, что произошло у нас в следующей страничке, что Дубон Хахам стал обнимать своих друзей и показал им. Вот, пожалуйста, вот это и есть хибук – объятие. И? Яна, я прошу прощения, у нас есть несколько поднятых ручек. Пожалуйста, кто? Давайте пока пауза. Наоми, у вас вопрос какой-то? Не, я просто читать хотела. Хорошо, мы можем сейчас дать возможность Наоми прочитать. Она не читала. Алина Кадырова. Какой у вас вопрос? Алина Кадырова. Хава, у вас какой-то вопрос? Надеюсь, я правильно ударение ставлю. Да, правильно. Так, ребят, у кого поднятые ручки, отзывайтесь, пожалуйста. Хава, у вас вопрос какой-то? Нет, читать. Значит, ты будешь номер девять. Хорошо, Хава? Нет, у нас шестая. А, она уже записана. А, да-да-да, правильно. Наоми будет номер восемь. Так как она еще не читала, то мы ей сейчас дадим возможность почитать. Так, мы перелистываем страничку и читаем статью, посвященную одному из слов. Это статья из толкового словаря. Простите, пожалуйста, немножко запуталась. Пожалуйста, Наоми, видишь ли ты хорошо то, что написано? Я могу немножко увеличить для того, чтобы было удобнее читать. Замечательно ты читаешь. Я еще тебе советую слушать, как другие читают и произносят букву «хэт». Ты ее читаешь правильно, немножечко будешь произносить так, как другие дети произносят. Я произношу точно так же, как ты, потому что я начала учить еврит, когда мне было уже 50 лет. И научиться так говорить букву «хэт», как нужно, как говорят ее дети, я не умею, но ты точно научишься. Так мы с вами читаем про слово «халон». Почему вдруг вы думаете, это слово я выбрала? Потому что у нас здесь есть пример употребления глагола «лирот» – «смотреть». Через окно мы видим пейзаж, ландшафт, природу, которая за ним располагается. И ради вот этого глагола мы с вами и почитали эту статью. Потому что там в наших страничках, которые мы уже прочитали, все время есть глагол, что кто-то видит, кто-то не видит, и надо посмотреть, и нужно ответить. И мы перелистываем еще следующее. Это будет тоже словарная статья про глагол «раа». Мне кажется, что сейчас у нас должен читать Давид под номером 5. Потому что он пропустил после Владислава Наоми, и теперь ему наконец пришла его очередь. Пожалуйста, Давид, давай с тобой прочитаем. Видно тебя? Давид? А где начинать читать? Вот здесь, видишь, где моя стрелочка? Пожалуйста. Раа, раа. Ты по-русски читаешь? Ну, я только... Я умею на русском читать, а только я больше умею на английском. Хорошо. По-русски я прочитаю. Давид прочитал нам глагол, который переводится видел, видеть. Пожалуйста, прочитай про этот глагол примеры. Давид, вот тут все написано на этом листике, на этой картинке. Вот здесь, где моя стрелочка. Правильно, дальше. Кешааэнаэмсегурот нороин. Отлично. Эру, вы можете подсказать, что за буквы? Просто похоже на рэш и на дамы. Это имя, имя мальчика Эрууд. Имя мальчика, его зовут Эрууд. Что он сделал? Икит ла шамайм зераа Аверон. Куда посмотрел Эрууд? Он посмотрел в небо. И что он увидел там? Аверон. Что это Аверон? Скажи мне, пожалуйста, Давид. Самолет. Самолет, правильно, молодец. Это тоже название самолета. У самолета есть еще и другие названия, но это один из видов самолета. Хорошо. И теперь мы попросим Хаву, чтобы она почитала вот тут, где я держу стрелочку. Хава, ты видишь, где я держу стрелочку? Пожалуйста. Очень хорошо. Еще маленькое предложение. Верата. Верата. Эт. Ава. Ви. Па. Очень хорошо. Ширли, ты сейчас закрой свой микрофон, потому что у тебя там есть фон, А я вам расскажу про эти два предложения. Вначале стоит имя девочки Ширли. Ширли посмотрела из окна и увидела, что папа идёт. И она, конечно, обрадовалась. Переходим дальше. И вот у нас осталась последняя страничка нашего рассказа. Уже все рады, да? Извините, можем на минутку остановиться тоже? Вот Алина Кадырова пишет, что у неё вопрос у него. Пожалуйста. Если можно, вот пока перевернули страничку. Говорите. Что за глагол мы вначале проходили? Какую букву мы проходили? Мы сейчас не проходим буквы, мы только... Не, за глагол, глагол. Глагол лирот. А, спасибо. Лирот. Ответила я тебе на вопрос? Хорошо. Мы продолжаем читать. Итак, наконец, нашли слово, которое загадал Дубон Хахам. Это хибук. И что же происходило дальше? Поэтому мы с вами перевернули страничку и читаем, чтобы узнать продолжение. Давид, у которого есть номер 7. Видно тебе, где я держу стрелочку? Ламет. Это не ли, это такой чубчик, как говорят израильтяне, такая сверху черточка, которая говорит о том, что это просто одна отдельная буква. Её нужно назвать, так как она имеет название Ламет. Потому что это как бы следующий вопрос. Ахшаф Анируэ, Машу, Шэм Матхиль, Баот Ламет. Это продолжение игры. Кто же задал такую задачу? Пожалуйста, дочитай, Давид. Амар Дубон Хахам. И что дальше? Кто ему ответил? Шааль Дубон Катан. А что он спросил? Мазы. Что это? Что это? Хорошо. И сейчас мы ещё Наоми дадим почитать, потому что она очень мало читала. Как раз сейчас её номер 8. Пожалуйста. Лишон Амар Дубон Хахам. Ушла ж там за Хаку. За Хаку. Почему? В Азхэм Нихнасу Хабайда в Хаку лишон. Ага. В Азхэм Нихнасу Хабайда в Хаку лишон. Потому что Дубон Хахам загадал ещё одно слово, начинающееся на букву Ламет. Что это за слово? Это глагол лишон. Спать. И все они засмеялись втроём и отправились домой. Зашли в дом и улеглись спать. Наша сказка про наших маленьких друзей медвежат, которая уже сегодня третья сказка из этой серии. Она сегодня закончилась, как всегда, очень весело и приятно. Но не закончилась наша сегодняшняя встреча. Мы переходим ещё к рисованию. У кого-то есть листик, у кого-то есть ручка, карандаш, фломастер. Берите и слушайте инструкцию. Как рисовать. Ника, ты можешь нам пример чтения дать? Пожалуйста, Ника. Шемеш. Весьмелье отхала, ницей ерикун. Зе лом шене муа, лом муа шаголу. Переведи, пожалуйста, Ника. Чтобы сначала... Чтобы начать... Чтобы начать, нарисуем круг. Мы нарисуем, ницей ер и голь. Правильно. Дальше. Зе лом шене муа, муа шаголу. Это не... Неважно, не исключение, не исключение. Неважно, если этот угон не... Не такой уж круглый. Правильно? Посмотрим внимательно. В первом предложении мы с вами видим слово и голь. А во втором предложении – аголь. Посмотрите внимательно. Те же самые буквы. Айн гимель ламет. Айн гимель ламет. В первом случае это и гуль – это круг. А во втором случае это прилагательное. Какой? Шем тоар. Какой? Аголь. Круглый. Круг. Круглый. Так вот, когда мы с вами рисуем то, что мы хотим, нам не обязательно этот круг делать уж совсем-совсем круглым. Он может немножечко быть и кривоватый. Это не страшно. Сейчас мы переворачиваем страничку. Там тоже будет текст. И этот текст уже будут читать дети по очереди. Теперь опять пришла очередь первого нашего кандидата. Мария, прочитай, что ты можешь здесь нам прочитать. Вот где я держу стрелочку. Я могу прочитать, но только нажала нечаянно куда-то, у меня тут просто фотография. Ага, тебе плохо видно. Хорошо, тогда мы Арнольда попросим. Ты просто пока послушай. Тебе не обидно? Ладно, я передам очередь другому мальчику. Арнольд, тебе видно? Может быть, что... Пожалуйста. Ахща... 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 Правильно. Игуль... Шени... Гадоль... Йотер... Я еще раз прочитаю это предложение. Я не очень хорошо произношу буквы, но мы с вами должны понять эту инструкцию. Сначала нам сказали нарисовать один круг. Теперь нам предлагают НЭЦАЕР. Давайте нарисуем. Что нарисуем? Игуль Шени. Второй круг. Этот круг какой должен быть? Гадоль Ютер. То есть он должен быть больше. И как он должен располагаться? Ни рядом, ни сбоку, ни сверху. Слив Ари Шон. Вокруг первого. Посмотрите на рисунок. Вот у нас один круг, а вот сверху, вокруг него, второй. Очень хорошо. Теперь попросим Захара читать до запятой. Тут трудный текст, поэтому мы его разделим на несколько маленьких кусочков. Пожалуйста, Захар. Останавливаемся, потому что тут стоит запятая. Так как нам нужно всем рисовать, мы не можем просто так пройти и не перевести, не понять, что же там сделано. Теперь, то есть Каэт, в это время, носив, мы должны добавить Корней Ашемеш. Мы должны лучи солнца добавить, чтобы это было теплое излучение от солнца, которое приходит к нам на землю и обогревает все. И теперь читает Владислав, что же нам, как его нужно, эти лучи добавить. Владислав, пожалуйста. Подожди, Владислав, мы дочитали до запятой. Запятая на иврите называется псих. Запоминайте, запятая на иврите называется псих. И до этой запятой нам дали следующее разрешение. Владислав, пожалуйста, закрой. Закрой свой микрофон. И нам прочитал. Спасибо, но микрофон ты закрой сейчас. Молодец. Так вот, эти Корней Ашемеш, лучи солнца, начинаются от внутреннего круга, и их кончики заканчиваются на внешнем круге. И осталось нам только раскрасить наш рисунок. Как у нас солнце раскрашивается. Хотите желтым, хотите красным цветом. И время пришло немножко поиграть. Нельзя нам все время быть серьезными и серьезными. Серьезными и серьезными. Мы с вами видим большую картинку. Если хотите, я могу ее еще увеличить. И на этой картинке много-много фруктов. Кто знает, как на иврите сказать слово фрукты? Я знаю. Пожалуйста. Пирот. Пирот. И сейчас мы с вами найдем... Вот тут внизу есть квадратики, в которые мы будем писать количество цифр. Тут у нас есть яблоки. Как на иврите яблоко? Табуах. Табуах. У нас тут есть виноград. Как на иврите виноград? Ановим. Ановим. Как на иврите... А, это тут уже даже не только фрукты, но и овощи. Перчик. Пиль-пиль. Пиль-пиль. Как на иврите... Что тут у нас нарисовано? Как вы думаете? Вишня. Как вишня. Как вишня? Кто знает, как вишня на иврите? Дув-де... Дув-де-ван. Правильно. Здесь у нас есть груша. Агаз. Есть помидор. Есть ананас. Есть арбуз. И морковка. Говорите, кто знает название этих овощей и фруктов? Кто может сказать? Ника, ты можешь помочь детям? Гезер. Гезер. Дальше. Аватия. Кто подсказывает? Ананас. Он им будет ананас. Как у нас будет помидор? Агвания. Правильно? А это кто у нас? Вот такой. Хациль. Хациль. Итак, Мария, номер один, берет себе яблочки и считает, сколько яблочек нарисовано на этом рисунке. Арнольд берет виноград и считает, сколько винограда нарисовано. Захар, бери себе груши. Хочешь груши? Считай груши. Владислав, считай хацелим. Давид, считай ананасы. Какой Давид? Давид, пятый номер. Договорились? Хава. А я? Номер шесть. Ананасы считай. Давид, номер семь. Считать помидоры. А Наоми будет считать морковки. Две минуты считаем. Хочу что-то сказать. Пожалуйста. Я уже посчитала все винограды. Замечательно. Сколько виноградик? Восемь. Восемь. Кто еще посчитал? Пять помидоров. Помидоров. Пять штук. Дальше кто посчитал? Восемь груш. Восемь груш. Еще кто готов сказать ответ? Шесть баклажанов. Шесть баклажанов. Отлично. Пять морковок. Семь груш. Семь груш. Семь груш. Тоже хороший ответ. Пять морковок. Семь морковок. Пять. Семь ананасов. Кто? Кого вытащили? Семь ананасов. Шесть ананасов. Семь. Семь. Так. Семь яблок. Яблок. Яблок? Восемь. Восемь. Замечательно. Ну вот, мы с вами поиграли и решили всю загадку, которая здесь была. И сейчас я сделаю поменьше наш рисунок, посмотрю, что у нас дальше. А дальше у нас встреча закончена. Сегодня у нас были такие быстрые ребята, которые читали замечательно, переводили прекрасно. И мы справились с вами со всеми нашими заданиями. Давайте мы сейчас немножечко вернемся и еще раз повторим. Повторим слова и загадки. Договорились? Кто еще не читал сегодня, а хочет поднять. Вот Ника подняла руку. Ника, что ты хотела спросить? Нет, ничего. Это случайно получилось. Случайно получилось. Почитай нам, пожалуйста, вот эту статью. То ты сегодня очень мало читала. Тебе, наверное, сделалось скучно. Пожалуйста. Пожалуйста. Очень хорошо. Эхот видел самолет. Серли тоже видела его. Хорошо. Молодец. Спасибо большое, Ника. А сейчас мы прочитаем ту загадку, которая была про трех медведей и девочку Зааву. Кому понравилась загадка и хочет прочитать. У нас есть три минуты, и мы заканчиваем. Пожалуйста. Мета – это единственное число. Одна кровать, а метод – множественное число. Шалош, метод. Вецалахот шалош. Умаху шмашель хаялдам. Шехом омдим лифгош. Боже, спасибо большое. Замечательно дети все читали. Я вас благодарю и жду еще на следующее занятие, которое будет ровно через неделю, в этот же самый день недели четверг, Йомханиши, и в это же самое время, в 16 часов по Москве. А если вы живете в Израиле, то у вас 15 часов. И до сегодня я с вами прощаюсь. Есть у кого-нибудь вопросы, какие-то пожелания, какие-то предложения? До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.